Друзья, всем привет! Привет всем пользователям автомобильного портала Drom.ru И сегодня для вас я подготовил очень интересный автомобиль, обзоров на которого в интернете очень мало Друзья, вот смотрите, все мы с вами знаем Audi A6, Mercedes E-класса, BMW 5-й серии Что же могут нам предоставить японцы, такие как Infiniti? А вот вам, пожалуйста, это автомобиль четвертого поколения Infiniti M37 Машина выпускалась с 2010 по 2014 год На сегодняшний день автомобиль просто-напросто не продается С 2014 года модельный ряд стал начинаться на буковку Q И был у нас Infiniti Q70, который также был продан Все, сегодня этих автомобилей в России нету, потому что у них есть ряд минусов Которые для нашей страны имеют решающее значение Что это за минусы? Обо всем по порядку прямо сейчас Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем Поехали! В нашем случае автомобиль 2013 года выпуска Это практически максимальная комплектация Автомобиль с пробегом 82 тысячи километров Это реально его пробег Куплен он был в 2014 году первым владельцем На нем катался руководитель предприятия После чего он продал этот автомобиль своему подчиненному Который сейчас, собственно, и является владельцем И вот здесь начинается самое интересное Вопрос цены Если мы с вами зайдем на портал Drom.ru и посмотрим объявление о вторичке Почем же продают этот автомобиль, то вы увидите, что низ рынка это примерно 700-800 тысяч рублей Верх рынка это примерно полтора миллиона рублей Средняя цена этого автомобиля миллион двести, миллион триста То есть вы найдете его от первого или от второго владельца, ну в хорошем состоянии Опять же, парни, вы все прекрасно знаете, что вторичка это кот в мешке Соответственно, каждый автомобиль Это вот ты приезжаешь и должен досконально все смотреть Сами знаете, бывает так, что автомобиль после ДТП Но сделают так, как говорится, лучше, чем на заводе Но в нашем случае руководитель предлагает его купить своему подчиненному за 900 тысяч рублей Это реально крайне низкая цена При условии того, что автомобиль не участвовал ни в каких ДТП Все технические обслуживания происходили у официального дилера И автомобиль с честным пробегом Он его покупает за 900 тысяч рублей этим летом Что вы скажете? Как вам автомобиль? Бизнес-класс японский за 900 тысяч Вот давайте посмотрим, что он из себя представляет А под капотом здесь стоит мотор очень интересный На самом деле очень старый Мы с ним уже с вами знакомы Потому что мы снимали ранее Infiniti FX37 Где стоял точно такой же мотор Это 3.7 мотор атмосферный В6, работает он в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач 333 лошадиные силы у мотора Хороший крутящий момент Порядка 380 ньютонов на метр Так вот, в чем минус этого автомобиля первый? Это транспортный налог Все те, кто смотрят на вторичку, конечно же скажут Чего? 333 силы Это повышенный налог 50 тысяч рублей в год И это еще, с одной стороны, не самое страшное Почему? Ты будешь кататься на автомобиле Ты будешь его эксплуатировать Ты будешь платить за бензин Расход на этом автомобиле Примерно, вот в смешанном цикле При максимально спокойной езде Это 16-17 литров Вот как показывает наш бортовой компьютер Если ты на машине будешь наваливать Она это позволяет Здесь разгон до первой сотни 6,3 секунды Расход у тебя перевалит за 20 литров У этой машины на заднем диване Есть откидной подлокотник В котором скрыты различные функции Подогревы, вентиляция В общем, управление климатическими системами И там вот идет так называемая шина Которая со временем перетирается Это распространенная болезнь этих автомобилей После чего появляются ошибки Вот с этим автомобилем было то же самое И знаете что? Когда человек его купил Здесь расход был примерно 25 литров При той же самой езде Он отправился в сервис Где ему за 13 тысяч рублей Все это исправили Поставили новую условную проводку Все Расход реально упал То есть сейчас он составляет 16 литров Если пытаться экономить Если пытаться тошнить на трассе Ну в районе 13-14 литров Здесь можно будет добиться Для тех, кто хочет сэкономить Многие люди уже, как выяснилось Начали ставить газ на этот автомобиль В нашей стране, вот в России В основном ставят четвертое поколение Я знаю то, что в Украине Уже давным-давно полно специалистов Которые на подобные моторы Газ ставят вообще без проблем Передвигаясь Очень хорошо чувствуется Прямо запас мощности Потому что вот Через микрофон вам Конечно этого не передастся Но я прям слышу Как вот он знаешь Говорит типа Ну что, может вольнем маленько И вот даже вот Участочек в горочку Мальца поддаешь газку Опа Опа Пошел Вот знаешь вот этот Вот Вот этот я понимаю Которого раскручишь Понимаешь В6 это В6 Когда есть запас мощности Это вот не вот эти вот Турбовые моторы Да, они очень хорошо разгоняются Тоже кайфуешь от них Понимаешь В6 это какой-то свой такой Олдскул Он живет бешеных Просто денег По бензину Но блин Свое удовольствие Он тебе дает С точки зрения надежности Друзья Здесь на самом деле Разговор будет короткий Потому что 300-400 километров Проехать на нем При должном уходе Не на силу автомобиль Когда ты все Своевременно обслуживаешь Это реально без проблем Максимум на что могут Пожаловаться некоторые владельцы Это коробка передач 7-ступенчатая коробка Изначально она была сделана Для того чтобы Поменьше был расход топлива Но многие говорят так Что особо-то Никакой экономии не замечается Легкие нарекания есть Вот я читал просто По тем же самым отзывам На портале Дром.ру Вот я вам их открываю Пожалуйста Смотришь Коробка, коробка Ну развернутого ответа На что они конкретно Жалуются нету При этом нету нареканий таких Чтобы кто-то там Вкладывался в ремонт По коробке Классический Гидротрансформатор Все В принципе Агрегаты Мотор и коробка Добротные Соответственно Здесь можно сделать Два вывода Первое Это плюсы Какие Атмосферник Надежный Коробка автоматическая Тоже в принципе Надежные Минусы Это повышенный налог Это повышенный расход Что на вторичке Собственно Нафиг никому не нужно И в тот же момент Здесь нет никаких Да турбин То есть 6,3 Автомобиль весит Тонну 800 333 лошадиные силы Если бы это был бы Какой-то немец С турбинами С теми же самыми Ну секунд 5-100% До первой сотни У этого автомобиля Есть прямой конкурент Японский Это Lexus GS Тоже с полным приводом Друзья Этот автомобиль Будет дороже Infiniti Примерно на 500 тысяч рублей Вот в среднем Если у вас есть Такой автомобиль Напишите обязательно На почту Которую видите на экране Мы сделаем на него Сравнительный обзор Присаживаюсь в автомобиль Вот здесь Можно о многом поспорить Вот кто-то скажет Ну блин Интерьер уже Автомобиль старенький Какой-то неуклюжий Друзья Все на вкус и цвет Все познавьется В сравнении И вы должны не забывать О том Что какой-то крутой Навороченный интерьер Сегодня это все Стоит просто-напросто Бешеных денег Взять ту же самую Ауди А6 Вот в хорошей комплектации На фаршированную машину Это будет со всеми скидками Там 3,5-4 миллиона рублей То же самое С Мерседесом То же самое С BMW Почему? Но это их конкурент Здесь ты садишься Вот вдумайся Просто за 900 тысяч рублей Что у тебя есть? Руль с подогревом У тебя есть куча Вспомогательных систем Здесь активный круиз-контроль Который может сам разгоняться За впереди идущей машиной То есть Ты об этом Прекрасно всем знаешь Но это уже есть Это было уже тогда Мультимедиа Старенькая Точно такая же Как стоит у меня на Ниссане Камера заднего вида Здесь есть Вентиляция Подогрева сидений Различные выборы Работы коробки передач Можно перейти В ручной режим Музыка То есть музыка Здесь вообще 16 динамиков стоит Небольшая боковая поддержка Но сделано это больше для того Что этот автомобиль Больше сделан не для гонок Он больше сделан для того Чтобы ты передвигался с комфортом Соответственно 333 силы под капотом Это сделано для того Чтобы ты мог уверенно разогнаться Светлый салон Ты садишься в машину Ну прикольно Вот выскажите ваше мнение На мой взгляд Конечно Ты сейчас садишься Руль староват Мультимедиа Сильно портит картину Но вот эта консоль В целом По мне В принципе нормально Что вы думаете Жду ваше мнение в комментариях Оптика идет Биксеноновая Противотуманки У нас тут галогеновые Колеса у нас стоят 20-е 255-е По ширине резины На самом деле Вот широкие колеса По дороге едешь Даже колея Все равно машину пошвыривают В силу того Что колеса здоровые Мы с вами плавненько Входим в поток Но можем сделать это И не плавненько Вот здесь сейчас Друзья Где мы едем Здесь колейность Вот тут Автомобиль Прямо действительно Приходится держать Двумя руками Гул от колес Подчеркиваю Мы разгоняемся Примерно 60-е Ну максимум 80 км в час Не больше То есть он присутствует Но в целом Поймите правильно А это все на любителя Кто-то смотрит на машину Он хочет 20-е Потому что машина Смотрит так более эффектно На зиму Можно поставить 18-е Это вы уже решите сами Любые стыки Которые мы проезжаем При этом Не напряжены Вот мы едем через мост Ну знаешь Ты слышишь Что подвеска отрабатывает На такого Чтобы можно было бы Пожаловаться Но лично я Этого сказать не могу На ровный участок дороги Выезжаешь Проблем нет Тормоза Здесь стоит Обычно дисковый Вентилируемый Соответственно Если погоняться Ну вы сами прекрасно знаете Что японцы Этим не славятся Хотите хорошую Тормозную систему Нужно делать отдельно Подвеска Здесь вот передняя На двух поперечных рычагах Задняя Независимая Многорычажная Клиренс у автомобиля Заявленный 145 миллиметров По внешнему виду Даже на сегодняшний день Вот на 2019 год Конец года Машина Ну какую-то актуальность Все равно имеет Конечно я знаю Многие из вас скажут Что блин Мыльница На то это ваше мнение Выскажите его в комментарии По мне вот вообще Инфинити модельный ряд Ну симпатично С точки зрения Если мы говорим о вторичке Вот за эти деньги 900 тысяч рублей Он мог бы себе купить Кио Рио Там допустим В предмаксимальной комплектации Далеко не в максимальной А тут ты получаешь автомобиль Бизнес класс И самое главное Что этот автомобиль Идет с полным приводом И система полного привода Здесь на самом деле Работает довольно таки достойно Здесь есть даже режим снег То есть зимний режим Когда у тебя получается Я так понимаю Будет типа пониженной передачи Машина будет грипсти Раскидывать Крутящий момент 50 на 50 В повседневной жизни Давишь педаль в пол Соответственно 90 процентов Будет кидаться на заднюю ось Машина будет уверенно Разгоняться с места Вот допустим Мы едем 50 Просто я притапливаю Чуть газку Передачку кидает вниз Все Машина очень хорошо Друзья Разгоняется И факт в том Что даже если мы Сейчас с вами Отправимся на трассу И со 100 Машина также поет И со 140 У меня есть Ниссан Муранов Который он стоит Мотор 3.5 Это по сути Точно такой же мотор Но вот он Из него сделали 3.7 У нем больше лошадей Он мощнее Но факт в том Что действительно Вот с точки зрения Запаса мощности Здесь Я бы даже сказал так Вот здесь с головой Потому что Чуть газку даешь Особенно сейчас Перевести коробку В режим спорт Чтобы он постоянно Держал передачу пониже То есть Любое твое прикосновение Это будет просто Сразу разгон Разгон автомобиля Но Не забывайте о том Что При всем при этом Бензин просто Улетает очень быстро Напомню вам о том Что сегодня 3 ноября Воскресенье Праздничные выходные Поэтому в городе Условно Можно считать То что движение Свободное Но к сожалению Вот реальность Сегодня такова Что вот Твои 333 силы Под капотом Вот пожалуйста Мы едем По окраине Москвы Но тем не менее Все стоит Постоянно Светофоры Поэтому разогнаться Толком не получится Но когда есть Такая возможность Прям чуть газку Даешь Тачка начинает Очень хорошо тянуть И ты за счет этого Получаешь Ну действительно Удовольствие То есть Знаете Вот на этой машине На ней хочется Маленько ввальнуть Прямо хочется Поддать газку Потому что Приятный звук Приятный разгон Уверенный разгон В силу того Что автомобиль С полным приводом На что жалуются Владельцы С точки зрения Технического состояния На самом деле Самые стандартные Жалобы Это расход И повышенный Транспортный налог Но На амортизаторы Жалуются То что понимаете Подвеска сделана По такому принципу Что пытались Естественно Сделал Чтобы она была Сбалансированная И дорогу Хорошо держал И в тот же самый момент Проезжая неровность Она была мягкая Но некоторые Говорят о том Что вот Чересчур Бывает мягкая То есть Ты прям куда-то Въезжаешь в яму Чуть ли не Аж не пробивает Подвеску На большой скорости Свыше 160 Автомобиль На дороге Начинает Маленько плавать В целом По содержанию Ничего дорогого Здесь нет Ну абсолютно Друзья Давайте вот с вами Будем объективными Вы покупаете Бизнес-класс Если у вас Вообще нет денег На содержание Ну конечно Тогда возможно Вам нужен Совсем другой автомобиль Никаких таких Дорогих болячек У этого автомобиля Ну действительно нет Если вдруг Кто-то с этим И сталкивался Это скорее Единичный случай Нежели чем Стандартная ситуация Для всего модельного ряда Для всех автомобилей Вот обращая Ваше внимание Если допустим Вы покупаете С пробегом Мерседес Е-класса Либо БНВ 5-й серии Вот вы сядете Сзади Либо сядет Ваша семья На дальнее расстояние Вам будет крайне неудобно Там Там очень мало места Еще будет достаточно Но вот здесь Например Либо в том же самом Лексусе Место будет гораздо больше Обращаю ваше внимание Я присаживаюсь Сам за собой Соответственно Что у меня здесь есть По набору опций Машины реально богатые Здесь есть мультимедиа То есть дети ваши сели Включили какие-то мультики Еще что-то смотрят Пожалуйста Подстаканники Обдувы Это все само собой понятно Самый кайф кроется здесь У нас здесь есть пульт У нас здесь есть наушники У нас есть режимы управления Нашим диваном То есть мы можем Поднять шторку Мы можем поднять сиденье Выше ниже Включить подогревы То есть в принципе Машинка не пустая Понимаете То есть ты выставил все для себя Присаживаешься Откидываешься сзади И получаешь удовольствие С одной стороны Знаете Я сижу Ну как бы так вот Скованно Тесновато мне здесь Но опять же Не забывай то Что я сейчас уже Получается в зимней куртке Я и за рулем сижу Вальяжно То есть я не двигал Специально сиденье вперед То есть я откинулся Так как мне удобно ехать Вот посмотрите Пассажир сидел То есть он гораздо ближе сидит Соответственно здесь Чистенько Комфортненько Аккуратно Если ты ростом невысокий Опять же подчеркиваю Для детей Для жены Место будет с головой Бак у нашего автомобиля 80 литров Соответственно Заправить его до полного 50 рублей за литр 4000 рублей И на эти 4000 Вы примерно Проедете 500 километров Если вы будете прям Очень сильно экономить Ну вы проедете Компром 600 По заднему виду Друзья Ну с одной стороны Уже совсем ничего особенного Местами по фонарям Я даже где-то прослеживаю Знаешь там местами Камри 40 кузов Собьем его 500 литров Дверь кстати Очень тяжелая Что мы видим Здесь у нас прячется Запасное колесо Но если я не ошибаюсь Здесь прячется у нас докатка Не в этом суть Пожалуйста Багажник большой У нас задние сидения Не складываются Но у нас есть тоннель Который можно откинуть Соответственно Какой-то длинномер Лыжи Вы можете положить Поехать дальше Вот полный привод Друзья В такую погоду Всегда будет В дополнение Такому автомобилю Да даже и в зимнюю Здесь хвалить Сами знаете Нечего Полный привод Есть полный привод Опять же Для любителей Там знаете Вальнуть бачком Я не знаю Друзья Я вас всех призываю В первую очередь Соблюдать правила Дорожного движения И ездить Всегда аккуратно Вот этим боком В городе Никому это не нужно Когда вы наваливаете Это вам кажется Наверное Что со стороны Вы выглядите очень круто Но на самом деле Вы выглядите как дурак Какие минусы По шумоизоляции В целом Вот автомобиль Можно относительно Считать тихим Но Когда открываем Люк И соответственно Идет дождь Естественно Все эти капли Очень хорошо слышны И самый большой шум Здесь идет Именно от колес Потому что Мы передвигаемся На автомобиле Колеса 20 Прямо от гул Именно стоит Исключительно от них Если бы поставить Там какие-нибудь Колесики 18 Помягче резинку Я думаю Было бы комфортнее Ну либо же сделать Дополнительную шумоизоляцию Если вы хотите Передвигаться с комфортом И вот хочу добавить Только от себя Раньше Когда я ездил На Мазде Я говорил Блин Зачем покупать Вторичку Лучше брать Новый автомобиль Сейчас же Когда я понимаю Что все тачки Просто выросли В два раза Вот серьезно Мы едем Рассуждаем Вот за 900 тысяч Пола Рапид Солярис Киарио И подчеркиваю Не в топовых версиях Здесь же Ты за 900 тысяч Получаешь полную версию Друзья Ну важно Да понимаешь Что это владельцу повезло А так Ну миллион 100 Миллион 200 Ну блин За миллион 300 Найти бы от первого владельца Это вообще идеальный вариант На мой взгляд Ты садишься Ты кайфуш Ты получаешь удовольствие Поймите правильно Вот этот транспортный налог Его тоже можно правильно считать Если каждый месяц Ты будешь откладывать По 4-5 тысяч Ну на машину И для тебя Это не вау Какие деньги Ну блин Справишься Смиришься Либо же можно купить машину Сегодня Не знаю Там за 2 миллиона Это будет Camry 2.5 Да новая машина Но по опциям По сути будет все то же самое Даже меньше чем здесь Чем есть здесь Потому что у нас здесь и вентиляция Ну в общем Фишек в этой машине Предостаточно Несмотря на то Что этот автомобиль По сути выпускался С 2010 года Ну что друзья В эту неснастную погоду Когда я оделся В костюм какашки Нам удалось Отснять этот замечательный Тест драйв Этого автомобиля С одной стороны Машина Ну действительно Очень много плюсов Интересный едет Хороший салон Нафаршированный Мощный мотор Полный привод Казалось бы Что еще нужно Все есть в этом седане С другой стороны Если бы он был так хорош То и сегодня бы Он продавался Но тем не менее Он нафиг никому не нужен В нашей стране Поэтому его Просто-напросто Новым вы уже Никогда не купите Есть свои минусы В виде транспортного налога Повышенного расхода топлива Да и в общем-то Инфинити Как-то вот В этих Ку-версиях Особо нам не прижился В любом случае Я вас всех приглашаю В комментарии Выскажите ваше мнение Чтобы этот обзор Получился еще объективнее Обязательно подписывайтесь На инстаграм Канала Ставьте лайки Ставьте дизлайки Высказывайте ваше мнение В комментарии До новых встреч Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok